ну первый принцип который был озвучен сразу еще в тот момент когда нас пригласили работать сборную он остается тот же стабильная игра в чемпионате если говорить вот конкретно по фамилиям матвей здесь и матвей и антон шунин и миша киржаков они вообще очень ровно провели этот отрезок вот эту треть чемпионата миша поменьше да но все играли очень надежно и практически не делали никаких ошибок то есть мы исходили из того как вратари играют чемпионате ну и ваня ломаев тоже очень хотелось посмотреть один такой скажем один из немногих кто пытается играть в современном стиле очень смелый хотелось посмотреть вот так в работе живьем познакомиться поближе вот так сложился этот список естественно мы не рассматривали вратарей которые за рубежом по понятным причинам поэтому вот так получилось вызывает полевых игр которые до 30 лет почему вы не сделали акцент на более молодых ребят ну с учетом того что мы не знаем когда мы следующий раз играем в официальный матч молодых вратарей вы имеете ввиду ну да я согласен что сейчас такой вратарский цех премьер-лиги он омолодился да в том году резко сразу появилось несколько молодых вратарей но те кто неплохо себя зарекомендовали они в молодежной сборной национальной сборной немножко другое чтобы попасть сборной надо все-таки опыта побольше и хотя бы опыта чемпионата если так взять то они еще своей карьере даже не отыграли в целом одного сезона поэтому еще наверное рановато говорить о сборной так за ними конечно смотрим и интересно потому что сразу четыре вратаря вот по моему да уже в премьер-лиги появились в том году интересные ребята и надо отдать должное руководителям это почти все топ клубы не каждый руководитель и тренер вот доверит в команде место молодому вратарю которая в команде которая борется за медали поэтому сейчас так-то молодых стало много но если говорить про сборную то у нас сегодняшний день вот за этот отрезок чемпионата здесь те кто сыграли более надежно всех если у вас понимание кто сыграет матч против киргизии ну безусловно номер один сейчас матвей это будет это наверное мы будем уже решать чуть попозже ну то что начнет игру точно вы сказали про ломаева что смелый но у вас немного не нет переживания относительно некоторых вещей когда он чересчур смел вот поэтому его и пригласили да потому что есть где-то и без шабашность есть где-то авантюризм присутствует его игре и поэтому и хотелось познакомиться с ним поближе провели значит немало времени у экрана где мы разбирали моменты с ним я как тренер вратарей объяснил чего бы я хотел чтобы он какие моменты убрал я имею до это касается того что где он слишком рискует поэтому конечно у него большое будущее я думаю вот но если вот эти моменты он сможет поправить то он станет еще сильнее вопрос идет о концентрации да и а принятие решений принятие решений для вратаря очень важно там где можно рисковать лучше не рисковать например тот финн зидана который он сделал это все было бы вашей команде чтобы ну я думаю у нас бы он его не сделал потому что потому что это проговаривается заранее это лично в олеге очень постоянно говорит о том что вопросы по вратарям кафанову когда список готовится у вас карпин спрашивает кого вы вызываете да конечно а какова его степень участия в выборе вратарей на сбор и в том кто начнут с первых минут полностью доверять полностью доверяет я ему очень благодарен за это за это доверие ну то есть в случае когда вы вызываете на сбор вы просто говорит валий я вот этих четырех вызываю и никогда вопрос нет я все равно объясняю почему конечно он я понимаю что мне доверяет но я все равно объясняю почему вот тот или тот или кого-то не вызвал это и почему вызвал этого все равно объясняю в полемику с ним на эту тему или он практически всегда сам соглашается твоя что вообще объясняйте но можете вам искать свою точку зрения да нет я сказал полное доверие вы рассматривали александр селихова перед да 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 спартаковский в этой были вот как раз там был момент просто получилось так что саша начал играть да вот если бы он весь этот отрезок отыграл наверное скорее всего он и был будет сейчас здесь получилось так что он начал играть потом саша максименко потом опять поменяли и вот то что там получается так вот такой короткий период уже такая идет рокировка скорее всего из-за этого то что саша был ясен после игры общался сказал какие требования к вратарю чего бы мы хотели от вратаря сборной прежде всего это начало атаки эта игра ногами вот объяснил и сказал что он готовился что если будет все нормально обязательно вызовем да у меня был с ним разговор совсем недавно я делал с вами интервью перед первым сбором самые первым самым сбором перед корвати да и вот это сказали что на тот момент ваша главная профессиональная цель и мечта это помочь это найти основу для налоги годы до сборной россии выйти на шпионат мира мы вышли по причинам от нас не зависит как ну если говорить про тот период вот эти все матчи если вы знаете три матча сыграл марината гильярни да отыграл очень хорошо потом матвей четыре матча то есть зимой я мог сказать что у нас первых то есть если я в августе говорю что мы не знаем кто первый номер после этого турнира я был уверен в то что у нас два первых номера на сегодняшний день вот марината не играет играет да не ходяков это сейчас номер один матвей а именно ситуации с недопуском чемпионат мира решением уефа как можно относиться очень грустно негативно отношусь и очень грустно очень жаль что к нам так относится что нам не дают играть регулярно вы вызывали достаточно много батарей можно ли сказать что сейчас вы уже познакомились со всеми пиперами премьер-лиги которые могут претендовать на ну да я еще хотел сказать что вот эта ситуация то что это не официальные игры поэтому здесь ваня да то есть хотел познакомиться я об этом сказал раз нет официальной игры то я поэтому хотел бы познакомиться со всеми почти со всеми познакомился если бы вот например артурник матулин играл также как в прошлом году я бы его хотел посмотреть то есть тоже в работе вот раз такая ситуация возникает что мы сейчас не играем не отборочные игры не официальные то конечно хотелось бы всех их скажем так пощупать посмотреть работе да рассказали про то что грустный а вас руки не опускать такой ситуации что мы можем выбрать как сборная вообще лет на 5 и то и больше и вы никогда не поучаствовали 5 мира вот эти молодые ребята которые вы так долго вели они никогда возможно тоже не получат ну из каждой ситуации надо искать что-то позитивное я думаю что нам все-таки я имею ввиду сборную нашим футболистам надо эту ситуацию по максимуму использовать для того чтобы во первых это время не пропало даром нам всегда не хватало времени перед играми там два-три дня у нас не хватало времени что-то наиграть сейчас такая возможность есть и в игроков всех посмотреть и больше времени что-то отработать на тренировках и в этом тоже есть свой плюс конечно плохо что не играем но я думаю из этой ситуации тоже можно выжить максимум полезного ну это спорный вопрос насчет стабильности то что да не доверяют тренеры это хорошо но в то же время если вы говорите о стабильности было очень много ошибок у дани за это очень много и в этом году тоже если вы посмотрите то что ему доверяют это надо дать должное я говорю да но и он набирается опыта то есть молодые врата и они все равно должны свои головы пропустить они должны сделать свои ошибки они должны их пропустить и через это вратаре становится вратарями анализируют убирают ошибки растут вот нельзя перескакивать ступеньки поэтому да не растет это тоже радует и в то же время много моментов которые еще ему надо поправлять чтобы быть если вы говорите о стабильности нет я общался с маринато гильерни он ему помогает скажем так поотечески даже при том что не играет я знаю что он очень много помогает подсказывает у него идет развитие динамика есть положительная ошибок становится меньше хотя они есть но свой путь каждый вратарь должен все равно пройти как для тренера сборной вам понятно почему начало сезона когда гильярм еще был здоров играл не он а худяков не было какой-то ну досады какой-то шкилеры вы говорили он был первым номером для сборной да и начало сезона пропустил проиграв по сути конкуренции ходяков вам понятно это решение к помимо того что ходе кофта набирается опыта шишки ну наверное вот эта травма то что много пропустила она сыграла свою роль пока он лечился пока да не играл и здесь сложно говорить потому что здесь мир вопрос к тренеру вратарей локомотива почему они так решают для того чтобы ответить на этот вопрос надо быть внутри коллектива единственно чем просил маринато и говорил вот последний раз он по-прежнему также кандидат сборная как только начнет играть он сразу появится сборная я очень хотел чтобы он всегда был сборной даже если это был не первый номер и для коллектива и для вратарского цеха и для сборной замечательный человек и очень сильный вратарь я бы хотел чтобы всегда находился здесь морти подробнее чем глиерман так хорош потому что говорить так что только он заиграет его сразу хотел заиграет за играет я имею дух в хорошем смысле то есть то есть он вернулся сборную он показал хорошую рыбу помог сборной в тот период и мы это помним да и это был очень такой сложный период когда не было первого номера и он в этот период сыграл очень надежно другое дело что сейчас в клубе он не играет но если говорить об уровне мастерства я думаю может играть еще долго и может играть надежно если только ему доверят место опять составе я думаю он возьмет его надолго у вас вещь и что поводу мастерства это топ-2 вратарей в россии сафонов и деле ну вот я говорю что зимой я так мог сказать я не знаю как после операции потому что операция была тяжелая и по-разному вратарей после операции входят опять вот в этот обычный игровой тонус в тренировочный тонус наверное наверное может быть он не набрал той форме который была у него осенью наверное может быть поэтому вчера на тренировке забили гол от ее сафонов можете сказать что сафонову есть еще на чем работать любому вратарю есть любому да и я бы очень не хотел чтобы матвей эта ситуация как-то расслабил или успокоило что он является номером один да я сказал что он номер один на сегодняшний день да но все все что сегодня это сегодня то что завтра будет зависеть только от него и конечно не хотелось бы что матвей скажем так выдохнул да или там как-то спустил воздух немного это состояние когда начинает получаться игра для вратаря очень важно когда у него все получается здесь это состояние надо сдержать и не все это могут и мы об этом говорили у него пока получается и дай бог чтобы он смог это состояние держать как можно дольше говорили про ломаева есть на чем работать но ведь есть и положительные качества как бы в ломаева охарактеризовали поэтому он и сборная что положительно есть хотелось бы чтобы да какие-то недочеты там он поправил ну конечно это вратарь играет современном стиле он не боится высоко играть он не боится бросаться в борьбу очень много риска когда есть ситуации 50 на 50 летит туда и не каждый вратарь может это с другой стороны пока он это не попробует он не почувствует надо ли в этих ситуациях было то бежать или не надо вот а то что то что таких вратарей у нас скажем ну ярких да он яркий все равно наверное яркий в том что и ошибается ярко ошибается да такие у него ошибки вот и но яркость но яркость да и такие мечи спасает который наверное тоже не каждый может спасти вот этим и подкупает вот этот тренд который сейчас наметился что брата должен играть высоко играть ногами как ноер вас не натораживает но мы сами так играем в ростове если вы заметили но я к тому что это приводит стрессом к ошибкам да да тяжело перестраивается вам про то абсолютно верно здесь очень важно вот эту найти золотую середину то есть вчера у нас была теория с фратарями как сборной который я сказал да мы хотим чтобы вы играли в современном стиле вы играли как полевые игроки когда вы поднимаетесь за пределы штрафной но в то же время вы понимали вот эту границу рис в какой ситуации можно рисковать какой нельзя мы об этом как раз вот эти две теории проводили что здесь граница очень тонкая вот если мы этому научимся я им говорю что если вы этому научите это будет топор и либо нам объяснить граница риска да да могу то есть одна ситуация когда мы разыграем от ворот нас прессингует мы говорим в какой ситуации как надо играть как где можно отдавать где нельзя где можно просто выбить и показываем моменты где просто можно даже выбить мяч на угловой и здесь никто не может ничего предъявить если вы не успели принять решение и выбили на угловой ничего страшного нет лучше так чем вы потом ошибетесь забьют гол вторая ситуация когда за пределами штрафной выше штрафной играет мы говорим где можно играть короткие средние передачи чтобы сохранить мяч потому что уже ворота далеко и где надо играть длинной передачи какой ситуации можно отдавать пас игрокам какой нельзя да вот эти ситуации обговаривались теле 5 хорошо все проявляет посяков в этом сезоне и команда идет высоко но вы его не вызвали почему потому что хорошо знаю безусловно по цифрам если смотреть то он он и в том году был в тройке лучших по игре ногами то есть среднем он делает там около 40 передач в игре ни одной ошибки в том году не сделал в этом году тоже много атак который он начинает ногами а это очень важно в какую сторону до пойдет пас от вратаря если он правильно начнет лучше шансов что атака дойдет до ворот соперника если вы наблюдаете за игрой ростова не взял потому что хорошо знаем хотел познакомиться с мишей который я считаю своей игрой в зените он не первый номер да часто он второй первые вратари меняются ошибается он выходит как палочка в ручалочка играет надежно потом опять его сажает когда надо он опять встает играет без ошибок как и в этом году думаю что своей карьерой он заслужил хотя бы один вызов сборную поэтому пишу здесь у нас всего один матч и как минимум один тайм это в любом случае матвея как будет дальше не знаем да как быть складывается игра наверное да от этого тоже зависит здесь много факторов вы сказали о том что много молодых вратарей ваша деятельность связано с работой с вратарями меняется поколение на ваш взгляд в чем главная ошибка молодого поколения российских вратарей и в чем для вас главная неожиданность положительной стороны но неожиданность было что сразу большая группа вратарей появилась в основном составе но для меня это было неожиданно почему потому что в каждой из этих команд есть опытные вратари вот это и в сочи это и в зените этой в локомотиве но процесс к не говорю аппаратура потому что там игр все равно номер один и если он по любому он там остается номером один при всех вариантах то здесь были везде опытные вратари доверяли молодым для меня было неожиданно но а с точки зрения плюсов и минусов что у них молодых вратарях есть такое от чего возможно не было в вратарях советской вратарской школы футбол поменялся вратари другие были треночный процесс другой был вратарям можно было брать мяч от защитников был последний защитник теперь надо играть роль последнего защитника вот как сейчас видите поднимается выгодил антратов там пистиков они уже играют не как вратари за пределами штрафа но они играют как центральные защитники полноправные они занимают место где играли ли центральные защитники или опускался опорный полузащитник и то есть создается центре поле лишний игрок который раньше опускался а это уже другой треночный процесс и другой футбол и конечно игра ногами то есть вовлечение вратаря в игру ногами стало намного больше не просто намного раньше его почти не было просто в руки брали выбивали вы разница очень большая поэтому это совсем другое поколение другой процесс и сейчас вот есть тренеры которые быть я лучше возьму вратаря который хорошо играет ногами чем тот который защищает ворота то есть отдает даже предпочтение вратарям который может он плохо защищает но неплохо скажем ну хуже других ну хорошо играет ногами а ему отдают предпочтение место составе вот такая тенденция сейчас в европе у нас она такая потих скажем так у нас переходный период то есть мы всегда чуть-чуть отставали от этого мы идем к этому если вы заметили вратари стали играть по-другому мы отстаем но мы идем тоже потихонечку к этому у нас такой вот можете назвать трех лучших вратарей мира нет не смогу потому что чтобы обычно это какой-то большой турнир чемпионат мира чемпионат европы и там обычно там он определяется если вратарь лучший то эта команда должна быть как минимум наверное в тройке если это сборная это клуб значит он должен быть хотя бы финале полуфинале пока этот турнир пройдет вот тогда можно будет говорить хорошо и они все время меняются то есть это все время меняется каждые два года это меняется сейчас нет как такового прям первого номера поэтому я не могу назвать как и в россии наверно должен быть какой-то большой такой чемпионат где вот вратарь помог своей команде как вот если помните финал италия играли итальянцы финале с англичанами если бы англичане по пенальти выиграли лучшим вратарем был бы англичане то есть все зависело от пенальти конечно если выиграли англичане по пенальти не стал бы лучшим донором а есть который производит мне больше впечатлений в европе то спрогрессировал больше всего за последний сезон ну я то если посмотреть вот нашу в диатеку очень много вратарей у нас сейчас мы собираем показываем вратарям не стесняемся показывать ну вот так чтобы сказать что кто-то на голову выше кого-то нет современном стиле играют многие в то же время вчера показали нашим вратарям ошибки очень сильных вратарей европейских которые в простых ситуациях игра ногами при вас когда идет пас от защитника делают грубой ошибки не забивает это очень сильный вратарей очень здорово бьет вот это обводящий удар обводящий удар дальний угол очень сложно взять он у него поставлены просто но это стресс для вратарей когда и постоянно забивают человек возраста 50 лет и все это выставляется на все обозрение то есть кто лучше всего переносит стресс никакого стресса нету это тренировка это идет рабочий процесс они в тренировках таких мячей им тоже забивают и другие игроки просто обращается внимание то что валерий георги забивает у нее поставленный удар вот он без разминки в кроссовках может все в холодную погоду в куртке подойти и он туда попадет кого-то из сборников есть такую удар который может сравнить с картинским но я думаю что ну так чтобы вот с 10 попасть 9 раз в одну точку я думаю что вряд ли кто сможет на советская школа это советская школа это много труда чтобы вот так бить я думаю что это это огромное количество повторений ударов этих это это не просто так вот там же ведь происходит он же говорит перед ударом я тебя буду бить в этот угол ученого мы говорим не слушай его может обмануть поэтому нет мы играем по мячу вратарь должен играть по мячу он не должен слушать на кого только реагировать на полет начать вы давно знаете вратарский рынок если сейчас среди молодых вратарей голкипер с перспективы и потенциала макинфеева я думаю что может быть может быть при огромном трудолюбии желание может быть это матвей таких как игорь я считаю что это бывает там раз какое-то количество десятков лет наверное он один такой смотрите за командами из медиали по возможности да когда есть время ну я смотрел вот час кубок да вот то что на вылет ну да мы так когда есть время смотрим как вам момент для этого уровня хорошие это трудно сказать это надо посмотреть в тренировках да когда будет например треночный процесс когда быть много ударов на завершение когда будет игра на сближенные ворота когда это будут соперники другого уровня до скажем повыше и там сразу все будет видно так трудно сказать они оба хотят играть на профессиональном вообще если вот говорить про это то здесь нет предела то есть в принципе потенциал есть в каждом вратаре и как сказать здесь конечно много всего можно говорить но это прежде всего психология и наверное какие руки попадет и кто-то поможет им это самим очень трудно все равно это когда вратарь растет это всегда дуэт это тренер вратарь очень редко когда вратарь сам вот сам 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 до определенного уровня можно подняться но если каких-то больших задачах это всегда должен человек который рядом помочь или подсказать может сейчас новые коллаборации у клубов рпл с медийными клубами вот вам бы не хотелось посмотреть на них где допустим вот этих двух и вообще с радостью всегда смотрю всех кого не предлагают еще никому не отказал то есть все кого предлагает посмотреть наш самому интересно потому что с каждым вратарем ты все равно учишься чему-то сам мне всегда интересно с любым новым вратарем любого уровня то есть если они ждут вам на сбор приехать в ростов вы их примете ну еще нужно разрешение клуба я бы с радостью посмотрел на них в тренировке наш нужно доехать еще 18 часов пути виталий самолет пока не летаю до